Привет, друзья! Сегодня я на Кубани. Первый раз в этом месте, в районе Федоровского гидроузла, лет 20 вообще не было. Здесь ребята были, решил съездить посмотреть, попробовать половить карасик. Сам Федоровский гидроузел на той стороне, чуть правее меня, он вижу лодки, вижу его вход. По той стороне фарватер, здесь милляк. Ну вот, красивое место, решил попробовать. Долго искал точку, так как здесь ровный полив. Нашел где-то провал в ямку, очень резкий свал, небольшая ямка. Стал на самом ее начале, иначе просто не могу вырвать кормушку. У нас какие-то мюфеля, вот до сюда. Сейчас начнем закармливать и пытаться что-то поймать. Надеюсь на карасика. Доволожню кормочку. Попробуем поймать рыбку. Погода супер. С праздником сегодня, 1 мая. Решил выскочить. Половить на Кубани. Еще и в новом для себя месте. Будем надеяться, что-то поймаем. Ребята были недавно, 2 недели назад были, по импо ловили, очень хорошего крупного карася. А здесь неделю назад были, ловился мелкий карась. И скорее всего вся основная рыба, включая карась, стоит на фарватере. И замолочил на лодках на рот. Очень долго истыкал. Кормушка 90 грамм. Сейчас начнем. Первый. Вот это закорм. Что-то лежит в воде. Прям четко остановить не смог. Нету никакой выраженной бровки. 1 мая. Народу много. Противоположный берег. В каждой дурке люди, где можно встать практически каждую. Руд что-то. А мылоем. Классно, птички поют. Долго я искал место. Куда будем бросать? Удилища Хайпро в старой версии до 150 грамм. Сейчас это за удилища до 140 грамм. Замешался, взял основу базы Миненко-река. В ее добавил карп. Карп-черсть. И недорогую серию чеснока. Будем ловить с запахом чеснока. Реку взял. Это значит, тампуется. Для более липкой прикормки. То нормально катал бальше. Первый закормочный забор. Кормушка стала сразу четкой. Сейчас ее размещаем. Справа, где-то в километре двух, фудрослый гидроузел. В 11. Хорошо, классно. Давно не мог вырваться на рыбалку. Работа не позволяла. Сейчас еще один заброс. И закормочный сразу и определяющий. Печка, конечно, здесь приличная. Мелко. Пологий список. Квафак. Прокидывал метров на 80. Все одинаково. Все одно и то. Не захотел ехать. Только голубь. Тело спокойно. Тишины. Музыка. Первомайские праздники. Погода супер. Небольшая облачность. Не жарко. Это еще и теневая сторона. Так сказать, еще один выбор. Почему я решил сюда? Теневая сторона. Солнышко сзади будет. Если вы глядываете. Начнем с 60-серкалитрового поводка. А там посмотрим. Удилище это, если честно, слабовато. Для такой течки. Для таких весов. Кидает нормально. Но вот его в бублик сгибает. Слабенько. Хайпро. Это более все-таки. Для более слабого течения. Удилище. Более бросковые. Хотя именно эта 150-ка мне не нравится. Сейчас ее сделали до 140 грамм. Это более правильный тест. Поймал три карасика. Все поклевки на одного красного опарика. Пучок, пищина, черепь, пищина, подергунчики. Поймал одного пискаря. Последний раз пискаря ловил больше 35 лет назад в Ясинской. Вот у нас первая рыбка пискарь. Поводок 90 сантиметров. Короче, было хуже. Да. Пухле. Ну, как раз, хоть смеется. Субтитры сделал DimaTorzok 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 всего Вкуснее карася, а только жареный карася. Красивая золотая рыбка. Опа, что за очень плохо. Но, тем не менее, хоть фу. Просто задрожал фывер. Вкуснее карася. Вкуснее карася. Вкуснее карася. Вкуснее карася. Вкуснее карася. Вкуснее карася. Вкуснее карася.